Всем привет! Я смотрю, тема заинтересовала вас, система обучения тенниса. Я как-то рассказывал в своем видео, какая она может быть, на какие этапы она делится, почему она именно такая, попробую рассказать сейчас. Почему именно техника, тактика, шот-селекшн и ментальность. Также я сделаю маленький анонс одного мероприятия, я не знаю, события, которое в скором времени состоится. Нам обо всем по порядку. Поехали. На какой вопрос будет отвечать техника? Техника будет отвечать на вопрос, как? Почему система именно такая? Почему без техники нельзя никуда двигаться? Наверное, это рассуждение надо начать с ответа на вопрос, что такое техника. Техника – это когда вы на движение, которое вы делаете правильно, тратите меньше сил, чем на движение кривое. И если у вас очень большая энергозатратность и, в принципе, есть мышечная масса, но мяч не летит, скорее всего, это ошибка именно техническая. Например, из своего опыта я скажу, что это был недолгий период времени, но мне довелось тренироваться у покойного Боб Рета во Франции. И я тренировался тогда, в 2002 году, для меня это было просто шоком, что центральный корт, на котором работал там Боб, он был полностью там весь в шнурах, там были камеры, ассистенты. И даже игрока такого, грубо говоря, никакого уровня, как я, там рассматривали через большой экран до малейших деталей. Меня поразила физподготовка во Франции, да, когда мы обошли. Это была как бы статика, да, то есть как бы мы руки держали минутами, там делали какие-то вращения. Это, конечно, было не так просто, как казалось вначале, но тем не менее внимания никакой в подготовке там не уделялось. Я, например, во Францию приехал после Испании, где технике не уделялось никакого внимания. Но там все бежали, все прыгали, все качали. И отношения для меня на тот момент, когда я был в 2002 году в Испании и Франции, сравнительная характеристика стран была такая, что во Франции они говорили, мы не тратим много времени на подготовку, потому что у нас хорошая техника. А испанцам было наплевать на технику, там одноручный бэкхенд режем, все забегаем под право, но физически ты должен компенсировать технические недостатки. Именно такая вот разница этих стран для меня была с точки зрения обучения. То есть испанцы уделяли физподготовку, акцент, французы в технику. Я полностью с этим согласен. Я пробую объяснить бесперспективность отсутствия техники. Вообще не понимаю людей, которые приходят право-лево, погнали, погнали. Мне кажется, при отсутствии техники эту игру даже нельзя называть теннисом. Вот у меня есть такие случаи, люди приходят и говорят, давайте поиграем. Вот вводишь мяч, а он бьет вот так. Просто я ловлю мяч, говорю, извините, но я не буду играть. Или учимся, или счастливые пути. Я объясню чуть позже, почему тренеру надо тоже так делать. Просто надо отправлять этих людей подальше и даже не связывать себя с людьми, которые не готовы учиться. Но это просто бег с аркеткой. Это нельзя назвать теннисом. Это неполноценность игры, в которой человек абсолютно не может перейти ко второму этапу. Он не может перейти к тактике. Почему он не может перейти к тактике? Потому что для него корт – это просто прямоугольник, в который он мечтает попасть. Для него единственная тактика, которая существует – это перебить на один раз больше, чем соперник. Он не может контролировать мяч. Он не может соединить косой кросс и линию, укороченную свечку. Он не знает, как это делать. Он не прошел технический этап. Просто вспотел, побегал с аркеткой. Наверное, в Германии это допустимо, в каком-то недорогом клубе купить членство. Но в Одессе всегда таких людей я говорил, просто придите на трассу здоровья. Оденьте костюм какой-то там, ветровку баллоневый под себя и пропотеете. Это будет больше для вас эффективно, чем теннис, и дешевле. Это даже теннисом не называется. То есть, если нет технического этапа, абсолютно невозможно перейти к тактическому. Вы не можете приблизить мяч ближе к линии. Вы не можете ускорить мяч, потому что вы только толкаете. Он не крутится, он не режется. Вы не понимаете этого. Полная бесперспективность этого. Чуть позже я скажу, до какого этапа можно дожить без техники любителям и профессионалам. Где и когда это закончится у одних и у других. Технический этап будет всегда отвечать на вопрос – как? Как мы крутим? Как мы режем? Как мы играем с лета без замаха, без кисти? Как мы подаем? Плоскую, резаную, крученую. Это все время как. Не найдя ответа на вот этот вопрос, как мы делаем тот или иной удар, обязательно возникнет ситуация на корте, в которой нас этот вопрос спросит соперник. И он спросит, как ты делаешь этот удар? Как ты делаешь этот удар? И если ты не знаешь ответа на этот вопрос, все зависит просто от уровня соперника, который против тебя играет. И его мастерства либо хватит для того, чтобы найти тот элемент, который ты не доучил технически, и он надавит туда. Либо вы просто будете играть с соперниками, у которых нет уровня, и они могут этот технический недостаток не найти. Но на нормальном уровне, я уверен, что никакого недостатка быть не может. Там идет чуть-чуть другая уже игра, больше какие-то склонения играть кого-то во что-то, тактика, но нет, вы не видите человека, который что-то не умеет в теннисе. Я бы учил в техническом этапе все удары, вплоть до удара с полулета. Я уже говорил, наверное, только реверсу бы не учил. Мне даже интересно учить отдельных детей, которые учатся между ног играть. Я считаю, это для координационного момента такого очень неплохой этап. Плюс для уверенности человека. Я изучал бы любой технический элемент. И учил бы его в совершенстве. Потому что только на него можно положить тактический второй этап. То есть, если человек не знает ответа на какой-то технический вопрос, как делать тот или иной удар, он просто не сможет выполнить ту или иную комбинацию. Его обучение, его знания будут неполноценными. В самой технической системе обучения, которая отвечает на вопрос, как, тоже есть система. Но здесь я сделаю маленький анонс. Мы наконец-то создали свой тренерский курс. Я вкратце скажу, что само по себе тренерство для меня – это искусство нахождения и создания высоты, скорости и дистанции для ученика. Это главное тренерское искусство, которым должен обладать любой тренер. Он должен научиться создавать удобную высоту для конкретной ситуации, удобное расстояние и удобную скорость. И таким образом это обучение будет максимально эффективным. Покажите реакцией, что вы хотите, вам интересен этот курс, вы ищете какие-то ответы для себя в тренерстве. И внутри этого курса я уже покажу сами этапы технического обучения, как они делятся, вплоть до того, когда тренер должен стоять сбоку, когда становиться вперед, когда начинать играть розыгрыши с игроком. То есть там я сделал все пошагово, но это уже программа будет в самом курсе. Но такая система тоже присутствует. До какого момента может просуществовать юниор, игрок, ребенок без техники? Он может просуществовать на нормальном уровне, наверное, до 12-13 лет. Мне кажется, это последний этап. Объясню почему. На каком-то этапе родители, которые миновали этап технический, и они начали делать быстрые победы, быстрый результат, скоро кубок. И у может кого-то ребенка, который просто быстро бегал за мячом, у него было внутреннее желание, стремление выигрывать. Он научился перебивать быстрее, больше мячей на ту сторону, чем его соперник. И он в раннем возрасте приносил много медалей и кубков домой. Какие-то люди тратили время на обучение. Они делали удары, они делали их ближе к линии, они делали их острыми. Но не было силы. Они наносили удары не такой скорости, потому что они были маленькие. У них не было мышечной массы, чтобы этот мяч окончательно разогнать. И он принес уже очки им. И они проигрывали этим детям, которые поставили кубки впереди обучения. Но в 12-13 лет, если дети нормально развиваются, и начинают немножко подкачивать себя, становятся выше, становятся сильнее, на эту мышечную массу, на эту техническую базу ложится мышечная масса, скорость, и эти удары уже становятся недосягаемы. Потому что скорость мяча начинает превосходить скорость ног. И в этом возрасте это очень такой травматический момент, болезненный, психологический. Я через него проходил. Когда люди, которых ты обыгрывал без техники, без всего, до 11, до 10, до 12 лет. И потом ты в 14 лет выигрываешь два гейма у этих людей, а никто глубоко в этом не разбирается, просто говоря, ты перестал хотеть играть. Хотя это было совершенно не так. Но такой момент я видел, и видел неоднократно уже после юниоров подобных. Я упоминал какого-то юниора одного, который был у нас в одном видео, который был до 14 лет первым в Европе, а в 15 лет закончил играть, потому что период ITF просто не перешел. Просто пошла скорость. Феноменально талантливый парень, но ничего не мог сделать. На этом этапе закончится весь теннис для людей, которые не посвятили время технике. И все эти кубки, медали можно будет положить в какой-то пыльный ящик, чтобы не травмировать свою психику, что когда-то это было. А сейчас ты не можешь даже в полтинник по своему году войти. Касательно любителей. На каком этапе у них это может закончиться? У любителей очень часто кривая техника, даже в Украине. Хотя я считаю, в Украине были очень сильный любительский уровень. И люди гораздо большим процентом отношений посвящали время технике, именно чтобы научиться. У любителей был очень высокий уровень. Про здесь я вообще молчу. То есть это просто 85-90% бей-беги, чтобы вспотело две ноги. Это примерно играется вот так. Как вот так на костях группа на четверых, на пятерых погнали, один колобок на пятерых через мяч поменялись, все вспотели, лица протерли, ушли. Вот такая здесь система, я ее вижу. Но если мы говорим о каком-то нормальном уровне, вот таком, который был в Украине любительском, это опять же закончится. Но можно очень много выигрывать. И у нас был человек, который был просто непобедимый по любителям, который просто отбивал мяч. И не буду говорить его имя, его все знают. И потом один человек его все-таки обыграл на такой же модели игры. У любителей это может очень долго продлиться. Но опять же, если есть какой-то любитель, который сокращает расстояние и умеет играть с лета, то можно эту тактику обыгрывать, перебитие мяча. Но в силу того, что у любителей техника достаточно кривая и очень мало людей посвящают этому время, на любительском теннисе продержаться в перебивании можно очень долго и, наверное, даже лидировать в рейтинге. Ну и закончу я, наверное, каким-то советом для тренеров, которые скажут, ну не все же хотят учиться. Вот кто-то приходит и говорит, что я хочу играть, не терять же работу. Терять. Не теряйте себя. Не теряйте себя в первую очередь. Не теряйте свое лицо. Из-за одного-двух идиотов ваша работа может быть представлена в таком глупом свете, что... Для меня достаточно просто зайти вот так. Два взгляда мне надо кинуть на тренера. Если у него один человек бьет так, второй так, у него нет системы, у него люди замахиваются по-разному, кто-то бьет вот так, то он не тренер. Это человек, вводящий мяч, это человек, отбивающий его назад, это человек, стоящий сбоку, одетый в какой-то костюм. Но это не тренер. У тренера должна быть своя система, у тренера должна быть своя репутация, его продукт, это его репутационный проект. Каждый человек должен представлять его в нормальном свете. Потерять трех идиотов, чтобы найти одного нормального, лучше потерять. Я глубоко уверен, и мой переезд сюда, это лишнее тому подтверждение, что есть люди, да, их немного, но эти люди будут учиться. Если вы найдете трех-четырех людей, которые готовы учиться теннису, толку будет гораздо больше, чем десять, которые просто ходят. Потому что десять, которые просто ходят, у них нет никакой привязки к теннису. Они сегодня пришли, завтра закончили. Они не заражены им. Они не хотят сюда идти, у них нет этой положительной эмоции. А положительная эмоция, она рождается откуда? Она рождается с чувства превосходства, что они начинают делать что-то лучше, чем другие люди. Да, они потратили время на технику, они прошли совершенно другой путь. Но потом, когда они начинают обыгрывать тех людей, которые не потратили время на технику, когда они начинают их превосходить в этом вопросе, естественно, эта эмоция двигает их вперед. И они становятся вашими клиентами и какими-то зависимыми от тенниса людьми, которые ходят сюда не потому, что им кто-то говорит сюда идти, а которые получают истинное удовольствие самостоятельно от того, что они делают. В этом видео я рассказал о технической системе, как она устроена и почему ее нельзя миновать. И если кто-то на каком-то этапе думает, что это можно миновать и просто пройти быстрее к победам, не углубляясь в технику, это огромная ошибка. Если вы хотите следующий этап, разбор, например, когда заканчивается техническая часть и когда должна начинаться тактическая, все дело за вами. 500 лайков и мы снимем продолжение. И может быть даже покажем какие-то упражнения, которые можно включить в тактическую подготовку для людей, которые овладели всеми ударами. Пока! Подписывайтесь на канал и не старейте на корте. Субтитры создавал DimaTorzok